Одной из самых сложных и важных проблем, которую предстоит заняться народным избранником, остаётся городской ЖКХ, особенно накануне зимнего периода. Осень традиционно ассоциируется с дождями и лужами. Между тем, наверное, в каждом городе есть места, которые не пересыхают никогда. В Тверском микрорайоне Радужный это Цветочная улица. Причём разливы там происходят не только из-за обильных атмосферных осадков и пахнут при этом совсем не розами и тюльпанами. Игорь Дневмывака живёт в Радужном уже почти 10 лет и всё это время наблюдает здесь данную лужу. Иногда она становится больше, иногда меньше, но окончательно никогда не пересыхает, принося неудобства не только для пешеходов или автомобилистов. Ливнёвка не прочищена, никто этим не занимается. Эта вода поступает постоянно тоже под дома. Постоянно работает насос. Обращались к Огонькову, в своё время обращался к Тимофееву, но ВОЗ-то ныне там стоит. Приходили отписки, что запланирован ремонт, будем делать. Больше ничего не меняется. А ещё буквально через дорогу время от времени забивается канализационный коллектор. В итоге жильцы прямо под окнами получают море разливанное, нечистот и запахи от которых не укрыться даже на верхних этажах высоток. Причём не только на Цветочной, но и на соседней улице Хромова. В году раз 6-7 у нас затапливает вот этот подвал фекалиями. Я живу на втором этаже. И у нас почти до 10 этажа стоит неимоверно, дышать невозможно. У нас дом, видно, стоит под наклоном. И под наш первый подъезд постоянно у нас стоит вот это вот дерьмо. Очередная авария случилась на минувших выходных. На все звонки в городадминистрацию старшие по домам получали ответы в духе «Всё хорошо, прекрасная маркиза». Я обратилась около 10 часов утра сегодня в департамент ЖКХ. И там мне популярно объяснили, что они устранили все неполадки, которые у нас в Радужном были связаны. И всё уже работает. Однако вот сейчас время у нас 10.57. Работы всё ещё ведутся. Работа действительно в самом разгаре и ситуация непростая. По словам рабочих, вот такой же насос буквально разорвало пополам. Его ещё надо достать с 6-метровой глубины. Для чего прямо на месте сваривают импровизированные крючи. На второй позиции развалился насос. Поставили на первую позицию другой насос. Это уже второй насос. Сейчас везут ещё третий. А у вас какие-то сроки есть? Сроки? Вообще-то... Ну, день там, 5 часов, 10 часов, не знаю. До победного. Победы, конечно, эти сотрудники водоканала, наверное, добьются. Однако жителям окрестных домов очень хотелось бы, чтобы она была не тактическая, а стратегическая. И улица Цветочная в плане ароматов наконец-то начала соответствовать своему названию.